Hola amigos! Один из самых частых запросов – это с чего начать испанский, и в частности про фонетику. Да, она там лёгкая, но тем не менее. Смотрите, опять же, когда вы попадаете на страничку лендинг, Kuzdraschool, GetCourse, Kuzdraschool, вот здесь вот записаться на курс или в конец, и здесь вот, да, ваш email, ваше имя, согласие обработку данных, записаться на курс, в странице оплаты, и вы можете уже заходить в серединку. Что вы там найдёте по-испанскому на данный момент, на сегодняшний день, 16 декабря. Фонетический весь курс полностью записан. Не могу обещать, как я буду быстро остальные выкладывать. Очень проблемы с горлом обострились очень сильно. Слава Богу, не с связками, ну как слава Богу, иначе вы меня вообще не смогли бы слышать, а именно очень с мышцами горла, безумно больно, когда я разговариваю. Но слава Богу, хотя бы я не так хреплю. И могу хотя бы что-то делать. Смотрите, вы когда попадаете сюда, как ученик в списке тренингов, да, вы видите, конечно же, общий древо, Kuzdraschool. Помните, я говорила вам, я сделала всё для всех абсолютно всё в одно. Я не разбивала английский отдельно, немецкий отдельно, испанский отдельно, итальянский отдельно. Я за то, чтобы вы учили всё в том смысле, что вдруг вам понравится, вдруг вы захотите после немецкого перепрыгнуть в английский, или вот начнёте испанский, завернёте ко мне на огонёк, а вам понравится, вы потом начнёте итальянский. Поэтому, или, например, в семье кто-то учит один язык, кто-то другой, и вы там с одного компьютера на одном аккаунте вполне себе будете иметь доступ сразу ко всему. Вдруг у вас ещё и школьники, дети английский по Spotlight учат. И вот здесь, в испанском, что уже есть. Сразу показываю, по каким учебникам мы будем учиться. Самые лучшие, самые проверенные. Espanol en Vila, понуждену, это вообще вузовский учебник основательный. Dishlevaya, Espanol para empezar, часть первая, и, естественно, потом будет и часть вторая. Прям классика-классика, вот это два основательных. Диалогические учебники, то есть диалогами на быстроту разговора. Это Espanol en Trenta Ries, Espanol en Genscheid, El Vilaher de Elena, от автора того же, отнуждена. Это именно набор диалогов, уровень 1,2 полностью покрывает. Вот берём слово, учим, берём диалог, заучиваем и уже разговариваем. И грамматика de us et del Espanol, это вот эта та самая жёлтая, которая уже от испанских авторов. По принципу по юнитного, там 107 юнитов, как Мёрфи, если вы в английском знаете. Чё мне нравится, что можно вот один юнит взять, быстро объяснить, рассказать, задать, сделать. Но, конечно же, основательно, грамматику вы только по нашим учебникам пройдёте. Это Espanol en Bilo. Здесь, в стартовом уроке, памятка по испанскому, с чего начать и фонетика. Что это значит? Испанская памятка – это вот этот сборник всех табличек, которые вы уже видели у меня в английском, немецком. Но, слава богу, испанский лёгкий, там не надо дополнительный курс на 20 часов, просто чтобы вам объяснить, в чём дело. Там, как вступительным уроком, будет фонетика. Три разных источника я брала. Это упрощённый курс с учебника El Biaja de Elena, сейчас покажу вам. Более основательный, естественно, дышлевой и прям совсем основательный вузовский целая часть – это в нуждении. Общее время – 4 ровно с половиной часа. После этих 4 часа у вас вообще не должно уже остаться никаких вопросов про фонетику. Она и так лёгкая, её можно за 15 минут пройти, а можно прям основательно вот эти 4 часа жизни потратить. У вас никогда не будет вопросов, потому что многие действительно тыкаются, не знают, чего начать. Смотрите, здесь вот материалы для скачивания BDF, почему этот урок так и называется, с чего начать, что делать. И тут же вводные уроки по фонетике. Точнее, весь этот курс фонетический здесь. Чтобы это был ваш начальным уроком, с этого вы всегда пляшете. Вы должны определиться с литературой, вы должны определиться, знать что-то уже про язык. Вот испанёл памятка, её полный обзор. Это вот я сейчас на YouTube тоже несколько отсюда выложила примеров. Слава Богу, там только внимание на местоимение на глаголе будет в основном в испанском. Там не надо никаких предзнаний, потому что нет склонений, нет окончаний. В смысле, окончания только в спряжениях глагола. По сути, так, грубо говоря. Основные учебники. Это та же самая выборка, которая у вас должна стоять на полке. Это эспаньол, вот тут всё у вас уже в чистом виде. Эльбяха де Алена, Парэмпесар, Нуждин, Грамматика де Уссадель Эспаньол, Клиркат. Что значит Клиркат? Это чистое издание дословно с английского. Смотрите, это я вот в моём Ванноуте это вставлено, да, я же по нему занимаюсь. Ванноут – это программа, которая майкрософтовская позволяет вставлять. Обратите внимание, вот оно серое, да, где-то вы, может быть, на гугле или там тоже находили её. А вот то, что я лично делала. Я для записи сама выбеливаю. Каждую страничку открываю, делаю в фотошопе как отдельную фотографию. Теперь представьте, у меня сотни учебников в каждом по 200-300 страниц. Как мне было весело все эти годы. Я занималась подготовкой материала, в том числе, обратите внимание, на дату, вот когда первый раз я его вставила, только, да, в каком году. Только сейчас могу к нему хоть как-то вернуться, его делать. Ну, опять же, всё-таки ещё от горла зависит. Это вы видите мой с изнанки, вам это не надо. Это я так вижу свой. Вот я добавляю сюда, добавить курс, действия, настройки все выставляю. Да, вот у меня общение с учениками здесь идёт, сообщения приходят. Здесь я его редактирую. Это абсолютно такой огромный сайт, по сути. То, что как я делаю, это вид изнутри. Я его сама делаю, понимаете, да. По сути, я как сайт-конструктор собираю его. Вот, по всем, по всем этим языкам. И уже у меня более 800 урока, 800 видео, да, сказала про основные учебники. И чтобы вам не искать их, не собирать у меня с сайта, потому что вы, кроме шуток, хотите, зайдите, кстати, посмотрите. Может быть, вам понравится. Я там много чего интересного выкладывала и выкладываю. Вот, языки, спаниш, спаниш, ну, я на этом, да. Здесь вот про язык, подборка литературы. Объясняю, как не надо распыляться. Вот по вот этим пяти пунктам идёте. Инфографика по ресурсам испанского, да. Это моя личная полка. Кроме шуток, это фотография моей личной полки. Вот мои учебники, которые собраны там за сколько-то там лет изучения и преподавания. Как вы видите, тут всё очень просто. И вот они, начальные, которые дали мне всю базу, и которые вот эти две тоненькие книжечки, да, там когда-то они стоили реально там по 200 рублей, дают всё. Вот, вот вам моя личная полка. Это действительно правда. Вот моя инфографика для вас, да. И вот вам будет полное счастье по самой АЦ2. Я реально их прошла, да, прошла все. Только призму, по-моему, я досконально уже не проходила. Мне хватило моих знаний, я вам, кроме шуток, мне хватило ДЦ2 вот. Вот этого и вот этой части, вот этой части. Я даже не до конца Аспания Анвива, вторую часть нуждина прошла. Я абсолютно не до конца вообще, у меня новый он стоит, почти зелёный, Ц2 уровня его не открывала. Мне хватило с головой. Я даже без коммуникативов просто благодаря вот этой вот нашей вот нуждиной, дошлевой и нуждину. Но коммуникативы я всегда добавляю просто как для разбавки, так сказать, контента, да, чтобы вам не так скучно было. И здесь же, когда вы в испанский уже смотрите, что конкретно в каждом, по грамматике, по вокабуляру, аудио, видео, курсус, всё, я здесь тоже показываю, какие именно учебники, там ссылки даже на скачивание даю, какие я рекомендую, ну, в общем, чтобы вам как-то про литературу сложить мнение. Но на самом деле, ещё раз говорю, уже всё вот отобрано, вот оно у вас, основные учебники. Я вам только что уже сказала, я по ним доползла до Ц2. Ну, как доползла, я интенсивненько шла. Вот, итак, пример на Ютьюбе, вот обзор по памятке, я там тоже много чего ещё говорю. Потом, что у нас ещё в курсе в этом будет, фонетики. На 50 минут, вот упрощённый вариант из Эльвия Хеде Лена заняла 50 минут, я там везде пишу, сколько минут. И после этого уже, в принципе, можно прыгать в диалогическую, так сказать, учебник. Испанский действительно лёгкий в этом плане. Но я настоятельно рекомендую вам пройти и теорию из Дышлевой, разбор идёт по полчаса, и ещё полчаса практики. Практики, слышите, сразу перешла. Испанский акцент появился машинально. Да, ла фонетика, да. Вот, саудио у меня, да, всё прослушано, всё проговорено вместе с вами. Потому что вы любите эту часть всегда пропускать. Открыли. Ой, там много букв, тут что-то сложное, я не буду это делать. В любом нормальном, то есть советском, то есть наших авторов учебники всегда первая часть – это вводно-фонетический курс. Оно там не просто так, чтобы им некуда девать 20 страниц бумаги. Оно там нужно вам, чтобы вы действительно потом не испытывали никаких проблем ни с произношением, ни, собственно, с правилами чтения, ни с орфографией. Потому что в испанском, как вы видите, вот сейчас увидите в нуждении, вот там ещё более обширный курс. Там вся часть первого учебника посвящена сначала согласным, потом гласным, потом и интонацией, и каждая, каждая, как вы видите по заставкам, отработка каждого звука. И вот яркий пример, когда С, К и К, все три буквы придают один звук К. И как их не путать? Вот мы там потом вставляем буковки, то есть прописываем всё, весь полный курс, прослушиваем, прописываем. У меня там ещё кое-чего из жизни интересного рассказывала. И вообще всё внимание на чтение. Я ничего не перевожу засознанно. Вам не надо сейчас переводить все эти пара компропасас, ачапапельмен, яна, да, магдалена. Не надо вам, я там буквально пару слов вам даю, я скучаю, я репита, чтобы вы уже заучивали какие-то слова. Ваш первый шаг, вы должны отработать один навык чтения. Как только отработали чтение, посмотрели орфографию, там поразбирались, где какую букву перед какой будем писать, чтобы на слух не ошибиться. Всё, тема закрыта. Фонетику писать, я надеюсь, уже умеем латинскими буквами. А если вы деточка, ещё не умеющая писать, или вы с ребёнком учите, то, конечно же, с прописей латинского алфавита начинаем. Вы должны уметь хорошо бегло писать. Обязательно теперь уже будете быстро читать. Уже вас не вызвать, ни одно слово не должно вызывать у вас никаких проблем. Да, социокультурный момент показываем всегда на карте, всегда географически показываем, учим страны, называем, объясняем, почему испанские по всему миру, ну как по всему миру, Америка, Латина, да, особенно подрастающим малолетним поколению. Очень важно это объяснить, потому что они вообще не от мира сего, у них богам и богемия, это одно и то же. Ну, в общем, ладно, вы меня услышали. Вот, таким образом, чтобы не бегать за материалами, всё уже здесь. Я же говорю, это полноценный конструктор получается. Здесь я могу вам отвечать в комментах аудио, могу микровидео записывать, могу, вы будете видеть. Так, вот вы под видео, в блоке здесь нет, внизу. Да, тогда мы полезем дальше в испанский. Давайте посмотрим на нашу памятку шпаргалку, которая в конце каждого. Я хотела вам показать, что комменты можно писать, оно в конце каждого урока, потому что здесь несколько видео в одном уроке. Вы можете комментарии в уроке что-то написать, что-то спросить, да, и я их увижу в обратной связи, и могу вернуться и вам быстренько там ответить, когда увижу, или голосом ответить, надиктовать. Это намного удобнее, чем потом искать в Телеграме, мне кто-то написал, потом в личку ВКонтакте кто-то написал, и я вот так вот распыляюсь. А получается здесь полноценная, как Moodle, полноценная платформа, если вы учились когда-нибудь в Венском универе Moodle, по всяким вузам нашим тоже есть такая платформа, куда можно всё выгружать, да, уже отобрана. Самое главное, не надо вот это бегать, искать уже учебники. Вы не распыляйтесь, я вас умоляю, я вас прошу, не тратьтесь на ненужное. Вот этих вот, вот это вот, да, вам не нужна вот эта вся полка, как у меня собранная, вы не преподаватель. Где моя полка? Вот, да, которую он только что показывал. Вы не преподаватель. Вам не надо собирать такую коллекцию. Я вот-вот уже для вас всё выбрала, всё, что самое главное. Здесь, как вы видите, по степени истрёпанности уже очевидно, что я прошла действительно от корки до корки, да, какие вот у меня задействованы, какие у меня там стоят, грубо говоря, где-то для ежедневного использования вот истрёпанные, а где-то те, которые там один раз прошла, позаглядывала и всё, поняла, вот это коммуникатив, туда не лезем, только для каких-то социокультурных моментов, да. А основательно, буквально вот это вот вам, вот трёх хватит, наверное, на два года жизни, вот этого хватит на два года жизни, если быстро не проходить. Я в своё время буквально за два-три месяца вот там дошлевую, да, проходила, и уровень B2 очень быстро достигла. Ну, опять же, это зависит от вашего настроения, от вашего желания, от вашего времени, от ваших целей. Сам по себе испанский это позволяет, он реально лёгкий. Вордбук у меня к Espanol Entrenta Diaz есть написан, к испанскому вот этому я начала, его не закончила, но он будет, я постепенно буду слова-то выкладывать, к тышлевой, и слава богу, больше нигде не надо вордбуке, я имею в виду, писать, потому что наши учебники сделаны правильно в наших учебниках всегда, вот я сейчас попробую вам это вам показать, если кто не знает, кто не знает изнутри, где наш нуждин. Наши учебники, так, вот это фонетический курс, а вот первая, часть первой Атаксио Луна, наши учебники все уже сделаны так, что у вас идёт часть, микрочасть парта там, да, и тут сразу же к нему вокабеларио, который там был. Замечательно, мы сразу знаем, что мы выучили, на грамматика, упражнение, вокабеларио, грамматика, упражнение, вокабеларио, вокабеларио. Не надо заниматься вот этим, вот как мне приходилось год целый, только писать в вордбуке, чтобы заставить вас правильно учить слова. Так, всё, я заболталась, потому что предполагалось, что я вам просто покажу, как входить на лендинг, и что будет в середине курса, а получается, что мы с вами уже обо всём сразу начали говорить. бережём горло, начинаем проходить уже 4,5 часа, выделяем, и прогоняем себя по вступительному испанскому. Делайте это подряд, не растягивайте, возьмите 1-2 выходных, прослушайте. Здесь всё выложено уже по нарастающей. Смотрите, здесь именно проходить в такой очерёдности, как вы понимаете, методика, дидактика – это наше всё. Вы у меня нигде не найдёте с бухты-барахты в виде у меня с самого обо, то, что называется, от альфы до омеги. То есть очень дидактически выверено, с чего начинать и в каком порядке проходить. Сначала посмотрели, что вообще предстоит учить в испанском, по памятке, например, если вы ещё не знаете, с чего язык состоит. Там вся грамматика собрана в таблицу, лично делала. Там немножко даже, можно сказать, уникальная сборка, потому что ни в одном интернете я не нашла такой подачи. Потом упрощённый курс фонетики, потом, опять же говорю, идём по нарастающей, чуть-чуть глубже, чуть-чуть больше в дышлевой. Вы уже закрепляете то, что вы узнали из упрощённого маленького этого учебничка, с этого курса. Потом пошли отрабатывать каждую букву, каждый звук отдельно. Потом ещё раз заполировали нуждин. Три части и больше всего два с половиной часа как раз это полноценный курс нуждин. Всё. Дальше я начинаю повторяться. Повторение мать учения и мать закрепления ваших, так сказать, успехов. На этой радостной ноте надеемся встретиться с вами уже вот здесь. Я буду... Воркфлоу уже почти у меня налажено. Сюда теперь осталось только по одному хотя бы уроку в каждый я буду добавлять. Или, возможно, возьму как дышлевую, прогоню хотя бы испанёл парэмпесар подряд и по диалогу буду добавлять. Посмотрю ещё, как это будет методически более правильно и как вам будет легче. Если получится по одному, ну, да, хорошо тем, кто начал один учебник, и он его идёт, потом другой идёт, тот начал другой учебник, переключился, кто-то начал только с грамматики, ему это надо, но, извините, под всех невозможно подстроиться, я буду всё-таки делать так, как я считаю методически правильным. Да, вот мы начали с фонетики, потом, скорее всего, мы надо прогнать что-то основательное, типа испанёл парэмпесар, я сама так делала, а потом я после него перешла к нуждину. Параллельно, вот диалогические учебники можно брать параллельно, потому что там именно хотя бы чуть-чуть продвинуться под партышлевой, вот сразу уже говорю, с чего начать и как продолжать, уже считайте это рекомендацией. Как только у вас база хотя бы а-одиночная есть, лучше реально быстро пройти испанёл парэмпесар весь, потом закрепить, заполировать диалогами, например, они же диалоги не выше а-два, и Ламгеншайтовские, и Эльвяха де Лена. А потом, если есть какие-то ещё сомнения, какие-то нюансы грамматические, подглядывать можно вот эту грамматика де Уссадель испанёл, но у вас после наших авторов уже будет прочная база в грамматике. И испанёл энд бива потом после прохождения до шлевой я его просто с нуля, естественно, первые уроки, там первый час вы просто пробежите быстро, потому что уже у вас будет база. Но там другая немножко подача, и вы одним перекрываете другое, как бы одно, одни там всё ещё белые пятна остались, переключаясь на другой учебник, вы их, так сказать, дозаполняете. И не скучно, потому что долго по одному учебнику идти бывает скучно. Поэтому чисто для разбавления контента рекомендую всегда с диалогами и с каким-то другим учебником, перекликающимся. А коммуникативы, все вот эти анаксионы, прочие, призма, я брала только как журнальчик, мурзилка. Фу, тогда почитала, листики, картинки посмотрела, интересные слова выписала, которых может просто не быть в таких базовых учебниках, как Дешлевая и Нуждин. Потому что здесь всё-таки база-база, даётся корневые тексты, а там какие-нибудь рассказы про какую-нибудь по избавку, потом что-нибудь, какое-то, я не знаю, путешествие кого-то, какие-то названия дикие, там цветов, овечек, какие-то, ну то есть такие слова, которые вообще нигде не найдёте, они уже могут попадаться на уровне 1-2. Да, и вот эти вот интересные нюансики, социокультурные, географические, культурные, вот эти все моменты, там я в коммуникативах догоняюсь этим, так сказать. Всё, пока-пока, до встречи здесь, будем расслаблять горло и будем, надеюсь, у меня ещё услышите. Да, пока-пока, hasta luego, да. Ага, хрипоту всё-таки слышно, и у меня акцент резко усиливается. Для тех, кто там мне, кстати, микродобавочка, для тех, кто там мне про орфоэпию, кто-то там пытался мне писать, что у меня ге неправильное. Но я вам сказала, какой у меня ге, я когда-нибудь скажу. Я там об этом немножко упоминаю. Правильно у меня ге. На таком ге разговаривает половина России. Это Ростов, Донецк, Харько, вот это весь этот уголок наш южнее, на нём разговаривает. А у меня, когда обостряется горло, мне совсем больно говорить ге. Как вы понимаете, я умею говорить и ге, и ге, и хе, и хе, и хе, и ещё и прочие арабские опять звуков, ха у них там или четыре. То есть, ну, когда очень больно, у меня действительно сразу впадаю в родной акцент, и мне легче, потому что ге, если вы попробуете, оно в другом месте в горле делается. Вот. А те, кто пишут, просто очень необразованные люди, они не знают, где из-за глосса проходит русского языка. Вот. Ге, фрикативная и ге, да, и ге, хотя какая она фрикативная. Ладно, всё, пока-пока. Я к чему? Из-за того, что из-за этой ге-ге войны начинаются и до сих пор продолжаются. Поэтому будьте, ребята, аккуратнее с тем, что вы пишите, кому вы что говорите. Вот так вот. Не надо. Донецким нашим или, да, говорить, что они что-то не так, на каком они говорят. На русском они говорят. Они умирают за него, чтобы понимали, за право говорить на нём. Всё. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова